Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. Новые больницы, школы и дороги. Дмитрий Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов. Отвлеклись на минуту. Возбуждено уголовное дело из-за падения ребенка в люк. С катертью дорога. В столице Чувашии начали ремонт дворовых проездов. Новые больницы, школы, дороги и другие объекты предусмотрены в рамках национальных проектов. Только на 2019 год из федерального бюджета на их реализацию выделяется более 1,7 триллиона рублей. Средства уже распределены по регионам России. Местные власти проводят аукционы и объявляют торги. Активнее реализовывать нацпроекты летом призвал Дмитрий Медведев сегодня на заседание Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроекта. На видеосвязи мы руководители практически всех регионов страны. Национальные проекты в большинстве своем направлены на развитие инфраструктуры регионов. По словам премьера, все главные административные решения приняты. Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Средства для регионов на этот год предусмотрены и доведены. Обращаю внимание всех руководителей. Лето уже идет самый пик строительного сезона. И все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее. Говорю это вам не просто, чтобы, что называется, взбодрить. Надеюсь, вы и так бодры. А просто, чтобы вы оценили все плюсы и минусы правильной организации работы и сделали выводы для себя. Быстрее надо действовать в летних условиях. К тому же, от лишней бумажной работы освобождает систему электронного бюджета. Все соглашения между центром и регионами были заключены в этой системе. Чувашия к ней тоже подключена. Напомню, что в нашем регионе из 12 национальных проектов реализуется 11. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. По итогам июня 2019 года Республиканское агентство поддержки малого и среднего бизнеса заключило 35 договоров на предоставление микрозаймов. В прошлом месяце субъектам малого и среднего бизнеса Чувашии было выделено более 55 миллионов рублей. Денежные средства выдавались на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудование, автотранспорта, а также рефинансирование текущей задолженности в других банках. В целом портфель микрозаймов на 1 июля превысил полмиллиарда рублей. Микрозаймы выдавались предпринимателям, ведущим свой бизнес в 12 районах и городах Чувашской Республики. За июнь 2019 года создано 34 рабочих места, а сохранено 484. Правоохранительные органы Республики с начала года пресекли десятки фактов нецелевого расходования бюджетных средств. Повышение эффективности финансового контроля сегодня в Доме правительства обсуждали члены комиссии по противодействию коррупции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Ленинском районном суде рассматривают уголовное дело сразу против 8 руководителей сельхозпредприятий региона. Следователи раскрыли крупную аферу. Предприниматели подавали документы на компенсацию убытков, но указывали завышенные суммы. Затем легализовали часть доходов, полученных преступным путем, направив их на погашение кредитов. По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 миллионов рублей, в том числе 11 автомобилей, 10 тракторов, 4 объекта недвижимости. Не допускать подобных махинаций впредь. Такую задачу обозначил глава региона перед Минсельхозом Республики. У вас же есть представители в каждом муниципальном образовании, так ведь, да? Есть представители, специалисты? Но вот эти специалисты, когда документы получают, они же знают районы компактные, все видят, где что, с выездом на место. Просто могут же посмотреть, стоит подписывать эти документы с нарушениями, которые оформили. И не стоит, это же сразу видно. Теперь вместе с документами, подтверждающими приобретение миллеративной техники, у нас представляется обязательно отчет о рыночной стоимости этого имущества. Также были внесены изменения, предусматривающие обязательные выездные осмотры. Работа по усовершенствованию, она должна быть продолжена. Сейчас мы разработали проект постановления, где вносим персональную ответственность руководителей, главного бухгалтера, получателя субсидий за достоверность документов, которые представляются для получения субсидий. Коррупционные факты выявили и при исполнении госпрограммы поддержки занятости. Это обеспечение занятости населения. Преступные деяния здесь совершались в ходе исполнения договоров, заключенных на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов и иных льготных категорий граждан. Такие факты за последние полтора года выявлены на территориях Алатарского, Батаревского, Мариинско-Пасадского и Шумерлинского районов республики. Глава региона отметил, что коррупционные риски необходимо предупреждать. Здесь многое зависит от качества экспертизы заключаемых договоров. Должен быть налажен тотальный контроль за расходами в рамках национальных проектов. Основной объем финансирования предусмотрен посредством проведения закупок для государственных и муниципальных нужд. В целях обмена информации в указанной сфере министерством заключены соглашения сотрудничества с управлением федеральной антимонопольной службы, управлением федерального казначейства, контрольно-счетной палатой, государственной службой Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам. На постоянной основе является мониторинг извещений о проведении наиболее значимых закупок, процедур обоснования начальной максимальной и минимальной цены контрактов, рассмотрение заявок, определение поставщиков и соблюдение иных процедур. Еще одна тема – срыв сроков исполнения контрактов. Дисциплинировать подрядчиков должны помочь крупные штрафы. Но в ряде муниципалитетов взыскание неустоек длится годами. По отдельным муниципальным образованиям на уровне 10-20% только изыскиваются штрафные санкции. Поэтому я вас попрошу, сделайте предложение к сегодняшнему протоколу, как идет возврат неустоек. Глава региона отметил, что борьба с коррупционными преступлениями – стратегическая задача в работе правительства. Для тех, кто переходит грань дозволенного, наказание неотвратимо. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Правление фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Чувашской Республики о финансовой поддержке переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2020 годы. Согласно одобренной заявке, Чувашская Республика получит из средств фонда ЖКХ 96 миллионов рублей. Почти 4 миллиона в порядке софинансирования добавит регион. Средства будут направлены на переселение 181 человека из 67 аварийных жилых помещений в пяти муниципалитетах. В предыдущие годы в Чувашии для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств фонда было выделено более 4,5 миллиардов рублей. Еще 2 миллиарда из республиканского бюджета. Всего были переселены более 18 тысяч человек. С 1 июля заработала новая система долевого строительства. С начала июля вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. Застройка будет осуществляться за счет средств банковских кредитов, проектного сопровождения. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. В настоящее время в России 100 банков уполномочены осуществлять проектное финансирование жилищного строительства. Теперь граждане, вкладывающие свои средства в жилую недвижимость, будут иметь банковскую гарантию. Проколоть колесо, погнуть стойку или сломать подвеску рискуют сейчас автомобилисты, которые заезжают во двор дома номер 46 по улице Мичмана Павлова, столице Чувашии. Но в ближайшее время ситуация должна измениться. Ольга Пырочкина подробнее. Вот сейчас рабочий Василий измеряет глубину ямы. Вот скажите, сколько у нас получилось с вами? 13 сантиметров глубина ямы. На этой яме можно все потерять. Что это, например, подвеску, да, например? Не только подвеску, но и колеса можно потерять. Вот по таким ямам приходилось раньше заезжать автомобилистам, жителям дома номер 46 по улице Мичмана Павлова. Местные жители привыкли и знают наизусть, как объехать самые большие рытвины, в отличие от тех, кто заезжает сюда редко. Как минное поле приходит. Почему как минное поле? Потому что здесь яма, тут яма, и машина ломает, соответственно, дополнительные затраты. Неприятно постоянно по кочкам ездить. Из минного поля в ровную дорогу с новым асфальтовым покрытием проезд должен превратиться через несколько дней. Двор попал в муниципальную программу развития транспорта системы города Чебоксары. Приступили к работе 4 дня назад. Планируем в течение недели завершить виды работы. Это фрезерование и укладку нового асфальта с плашняком. Обновят также тротуарную зону и бордюры. Живу с отнял основание этого дома с 80-го года. Ремонт очень редко делают. Детят хорошо. Слава Богу, что пришли. Довольны. А сейчас я чувствую, что будет хорошее. Асфальт. Данный двор попал в программу после обращения жителей. Перечень адресов формируется на основании обращения граждан с выходом на место и в зависимости от состояния дворовой территории. На этот год перечень уже сформирован. В общей сложности ремонт запланирован по 11 адресам. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Возрождение Лакреевского парка. В старейшей зоне отдыха столицы Чуваша идет реконструкция входной группы. Что самое интересное, новые объекты в точности сделаны по эскизам 60-х годов, когда парк только открывался. Работы в парке завершатся к юбилею города. Вход будет выглядеть вот так. Если двигаться дальше по мосту, то тут уже построена трехуровневая площадка. Точно такая же, как в советское время. Скоро появятся удобные беседки для посетителей, красивые газоны. А на самой высокой точке руководство мечтает разместить аттракцион башни свободного падения. Полная ответственность директора парка на муниципальных аттракционах. Мы со своей стороны контролируем проверку данных аттракционов, правильную установку и обучение операторов. То есть мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы на нашей территории все-таки эти аттракционы были безопасны. Свой взгляд на реконструкцию у депутата Госдумы Леонида Черкесова. Для меня лично это Чебоксары самый лучший город. Ну и парк Лакреевский лес, он тоже, наверное, один из лучших парков. Такую красоту мы должны сохранить. Сохранить те дубы, липы, которые здесь есть. Это, наверное, основная красота. Не вредя природе делать этот парк комфортабельным и, наверное, конкурентосвособным со всеми другими парками. 14 миллионов рублей. Такова общая стоимость работы. Большая часть средств из городской казны. Парк Лакреевский лес – это история города Чебоксары. Лакреевский лес получил свое название в честь помещика Лакреева. Это были его угодья. Мне кажется, у каждого чебоксарца есть своя история, связанная с этим парком. Поэтому то, что происходит сегодня здесь, и вы видите входной блок, он ведь не новый с точки зрения идеи. Это восстановление истории того входного блока, который радовал на протяжении многих десятков лет горожан, которые сегодня ваши родители, ваши бабушки и дедушки. Отдыхать интересно и креативно – таков негласный девиз тех, кто занимается досугом детей и взрослых. Уже несколько лет здесь работают интерактивные театрализованные площадки. Со следующих выходных новые герои приглашают горожан и гостей столицы в путешествие по Лакреевскому лесу. Парк-театр, проект под таким названием, реализуется уже в детском парке имени космонавта Андреяна Николаева. У них собственная студия, юные актеры и аниматоры под открытым небом. К юбилею города обновится и эта зона отдыха. Здесь уже можно увидеть новые современные клумбы с элементами сенсорных троп, и это еще не все. Скоро появятся и огромные деревянные игрушки, герои мультфильма «Деревяшки». Изменения к лучшему замечают не только горожане, но и гости столицы. В Чебоксарах возбудили уголовное дело о падении годовалой девочки в открытый люк канализационного колодца. Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в микрорайоне Ольгешева 14 июня. У дома номер 7 по улице Болгарстроя рабочие проводили плановую промывку канализационных сетей и в какой-то момент отлучились, оставив люк колодца открытым. В него и упала девочка в возрасте год и 10 месяцев. Она вышла из подъезда вместе с мамой. Удивительно, но ребенок отделался испугом и синяками. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника водоканала. По версии следствия, подозреваемый в нарушении требований безопасности при ремонте и эксплуатации сетей водоснабжения и канализации не оградил открытый канализационный колодец, расположенный у входа в один из подъездов дома номер 7 по улице Болгарстроя. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. На национальном телевидении Чувашии премьера цикла под названием «Чебоксарца». Весь этот юбилейный для столицы год известные люди будут рассказывать о том, что значит город в их жизни. 550 лет столице, 550 имен тех, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом. Статус, профессиональный путь, возраст никак не влияет на их любовь к Чебоксарам. Судьбы этих жителей навсегда вписаны в летопись становления и развития города. Они двигали экономику, создавали новые предприятия, играли спектакли на бис и совершали парашютные прыжки. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас, общаюсь с людьми. Никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Когда уже начала спортом заниматься, разъезжать по странам и по другим городам Советского Союза, все-таки в Чебоксары я приезжала, это такое было умиротворение. У нас очень благоприятный город. Это вот чувствовала я с раннего детства. Люди всегда восторгались и говорили, да, это ваша столица, да, это гордость нашего народа, гордость нашей республики. Да ведь Волга-то какова! Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok